Одной из самых крупных рептилий на нашей планете, можно считать кожистую черепаху. Средняя длина этой особи составляет порядка двух метров, а вес иногда достигает полтонны. Несмотря на свой внушительный размер тела, черепаха при необходимости успешно развивает скорость до 35 км в час. В ее рацион входит не только растительная, но и животная пища. Ее блюдами становятся водоросли, медузы, крабы, моллюски и морские черви. Мощные челюсти позволяют справиться с любой твердой едой, а передние конечности помогают животному с успехом удерживать добычу. Сильное и независимое существо много путешествует по просторам морских вод. Однако набродившись по свету, она все равно возвращается в свои любимые теплые воды. Черепаха практически все свое время проводит, удовлетворяя ключевые потребности, ест, спит и плавает. Долгое одиночество не сказывается на плодовитости этих существ. Встретившись с самцом, самка может сохранять его семенную жидкость до нескольких лет внутри своего организма. Маленьких черепашат она выводит обязательно на песчаном берегу. Кладку она помещает в яму на глубину до метра. Яйца кожистых черепах внешне похожи на белые мячики для гольфа. В одной кладке самки помещается от 30 до 130 штук таких мячиков с будущими малышами. Ровно два месяца черепашки развиваются внутри яиц, а затем выбираются на свет сквозь толщу песчаного грунта. При покидании кожаной защитной оболочки, начинается самое сложное испытание в жизни маленького черепашонка. Все выбравшиеся наружу малыши стараются быстрее добраться до водной глади океана. К сожалению достигает своей цели только 40% от всего потомства. Остальные становятся кормом хищников, которые всегда снуют, неподалеку в ожидании легкой добычи. Впрочем, черепашата являются лакомством для морских хищников еще в течение 10-15 лет. При естественном отборе выживают только самые шустрые и активные черепахи. Взрослые черепахи уже имеют возможность постоять за себя и дать отпор даже человеку, а вот крохотные новорожденные нуждаются в защите. Людям, отдыхающим на пляже в штате Флорида, сказочно повезло. Они смогли наблюдать чудо природы появления из песков маленьких черепашек. Благодаря их заботливому вниманию малыши с успехом закончили свое путешествие и добрались до воды в полном составе. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!